Ну что, друзья, сегодня у нас был выходной. У актёра резко заболела нога после вчерашнего шутинга. И сегодня мы выспались наконец. Кстати, самое что интересное, на выходных нас же не кормят, нам выделяются какие-то деньги. Я люблю готовить для себя, я не люблю ходить по заведениям, ну, либо заказывать в номер еду, потому что она не всегда такого качества, как хочется. Вот, и в общем, я себе взял новую, вот такую вот глубокую емкость для приготовления еды. Сейчас ходил в мол, там есть отличный супермаркет, где можно взять свежую рыбу, курицу, вообще все, что хочешь, фрукты. И цена, ну, в принципе, недорогая. Купил фруктов в Чинае на 429 рупий. Тут килограмма 4, не меньше. Причем все, что было у них, я взял и яблоки, и виноград, и индийский крыжовник, и апельсины вот эти импортные. Хороший магазин такой, и вот, я взял себе макрель, уже ее разделал, осталось только пожарить. Вот, там варится дал сейчас. И, кстати, завтра я уже вылетаю обратно в Мумбай. На этом мой проект закончился. Ребятки остаются, скорее всего, они останутся еще на несколько дней. Там у меня будут мои проекты, там будет свадьба в Гуджирате. Вот, я полечу туда. Мне там специально костюм уже сшили, и там буду я с девчонками на свадьбе индийской. Ну, в общем, все как обычно. А вот так, кстати, выглядит процесс приготовления. Если ни разу не готовили рыбу, но очень любите, я рекомендую просто зачистить, скрыть брюхо, убрать голову, почистить от вот этой вот черной кожицы горькой, и все, и обвалять в муке солью. Наливаете масло и обжариваете с двух сторон до золотистой корочки. Будет вообще пушка-бомба. Сейчас посмотрим, как у меня получится. На этой маленькой приготовить, думаю, будет все то же самое. Единственное, вот эти вот хвосты можно отрубить, что-то места много они не занимали. Готовим в диких условиях, нету ножа. Я думаю, все получится и так. Ладно, поехали. Вот это куда-куда-нибудь. Так что, друзья, если вам не нравится чужая еда, вы можете сами готовить себе. В этом нет ничего плохого. Так же вот я сейчас питаюсь здоровой пищей, орехи, фрукты, ягоды, каша овсяная, финики. Потому что я реально как-то похудел на лицо. Раньше я был более симпатичнее. Ну а сейчас стресс, постоянные вот эти вот переезды. Кстати, я думаю, что в Индии, вот в Гоа, сейчас жилье подорожало. Все очень дорого стоит, квартиру найти там, дом. Как вы думаете, какие цены сейчас в Индонезии, на Бали, либо в Таиланде, во Вьетнаме? Пишите, что знаете и, возможно, вы увидите нас скоро не в Индии, а в другой стране. Потому что мы что-то застряли в Индии, пора ехать в другие страны. Так что, жду ваших комментариев по этому поводу. Очень интересно, откуда вы нас смотрите.